Всем привет! Вы на канале Сравниму. В этом выпуске мы с вами вспомним один замечательный фильм вашего детства, ну или молодости ваших мам и пап, в котором снялся один весьма перспективный молодой человек, в будущем ставший звездой после этого фильма. Думаю, вы догадались, что речь идет о Томми Крузе, а ведь поначалу он даже не хотел сниматься в этом фильме и уговорил его лишь продюсер до полета с голубыми англами. Такое название носила пилотажная группа ВМС США. Обязательно досмотрите до середины ролика, там вас ждет небольшой сюрприз от меня. С тех пор прошло уже 35 с лишним лет, вышло продолжение и вообще много чего связанного так или иначе с этой кинолентой. А мы посмотрим, как сложилась судьба актеров этого кино и как они сейчас выглядят. Пишите в комментариях, как давно вы смотрели этот фильм и нравился ли он вам. И перед просмотром вам небольшая загадка. Как вы думаете, скольких актеров-пилотов не стошнило на съемках в кабине самолета? Делайте ваши прогнозы в комментариях, а в конце выпуска я дам вам правильный ответ. Приятного просмотра! С прибытием в Топган! Спасибо! Жаль Бакса, конечно, мы с ним были приятелями в летной школе. Он был молочиной. Он ими остается? Это я и имел в виду. Я так и подумал. Говорят, тебе нужна помощь? Это Том Казанский, позывной Айсман. Он был одним из немногих летчиков ВМС США, направленных в программу Топган. У него был очень самоуверенный характер, и он был известен своим огромным самомнением. Его характерный обесвеченный кончик волос тесно связан с тем, что он был лучшим пилотом среди новичков в Топган. Героя сыграл Вэлл Килмер, 27-летний актер, который до этого был известен разве что американской публике. Зато после съемок актера заметят, позовут фильм Виллу на главную роль, и до нулевых у актера будет расцвет карьеры, после чего она начнет потихоньку угасать. Сейчас Вэлл Килмер чаще снимается в фильмах категории «Б», нежели стоящих в кинолентах. И лишь вторая часть Топгана помогла ему вынырнуть из пучины сомнительных кинолент. Сейчас актеру 63 года. Боюсь, что да, мэн. Ваша информация относительно Мига не точна. Что это значит, лейтенант? Мне посчастливилось рассмотреть его вблизи. Нам? Нам? Извини, гусь. Мы видели, как МиГ-28 пикировал под прямым углом. Капитан Кит Митчелл с позывным «Маверик» тоже был летчиком ММС США и главным героем киноленты. На протяжении фильма нам покажут, что Маверик отличный пилот, но у него опасный и безрассудный стиль полета. Это впечатляет некоторых персонажей и раздражает других из-за опасности, которые Маверик представляет. Это была первая, по сути, звездная роль Тома Круза, 24-летнего актера. Да, до этого были роли в «Цет денег», в рискованном бизнесе, но именно Топ Ган поднял Тома Круза на звездные вершины, с которых актер не сходит и по сей день, снимаясь в лучших фильмах в возрасте 61-го года. А это лейтенант младшего ранга Леонард Вульф, позовной Вольфун. Он тоже был летчиком ММС и выпускник программы Топ Ган. Данную роль исполнил Барри Таб, 23-летний актер, никогда не игравший заметных ролей. И данная роль, по сути, и останется самой заметной в его не очень насыщенной карьере. За его карьеру он сыграл всего лишь в 36 фильмах и закончил съемки в 2014 году. Сейчас Барри Табу 60 лет, и он уже почти 10 лет без предложений. Для первого дня у вас слишком много впечатлений. Вы должны были лететь не ниже 10 тысяч футов. И вы это знали, но нарушили приказ. А это командир Майк Меткалф, с позывным Вайпер. Он был инструктором в Топ Ган. Вайпер – старый друг отца Маверика, Дюка Митчелла. Меткалф – ветеран Вьетамской войны, летавший на Макдоналдс Дуглас Ф4 Фантом 2, вместе с Дюком. Вайпер рассказывает Маверику всю правду о том, что на самом деле произошло с его отцом. Данную роль исполнил Том Скерритт, опытный 53-летний актер, известный многие по сериалу Мэш, или фильму «Чужой», например. Напишите, в каком фильме этот актер вам запомнился больше всего. Сейчас Том Скерритту 90 лет, и несмотря на возраст, он не оставил карьеру, по-прежнему изредка снимается в кино. Это лейтенант младшего ранга Рот Кернер, с позывным «Слайдер». Также выпускник Топ Ган. Эту роль исполнил Рик Росович, 29-летний актер, появлявшийся в первом «Терминаторе» и, пожалуй, из известных кинолент «Все». После Топ Гана актеры приметят, он получит заметную роль в фильме «Роксана», но дальше как-то не пойдет. В итоге, к своим 66 годам, актер имеет 45 ролей, и практически ни одной заметной. Не могу заснуть. Когда я впервые осознал то, что мы будем летать в составе отряда Топ Ган, я думал только о том, как получить памятную награду. Я буду с тобой откровенен, скиталец. Сейчас я просто хочу, чтобы мы эту школу закончили. Следующий у нас лейтенант младшего ранга Ник Брэдшу с позывным «Гусь». Он был летчиком ВМС и штурманом Маверика. Несмотря на то, что Гусь умел развлекаться, он был более стабильным, чем его партнер Маверик, что и было показано через его семью и его немного более серьезный характер. Эту роль исполнил 24-летний актер Энтони Эдвардс, малоизвестный широкой публике. За его потом, Энтони получит «Золотой глобус» за роль в сериале «Скорая помощь», да и вообще сыграет много неплохих ролей. Сейчас актеру 61 год, и он редко снимается в кино. А это красавица жена предыдущего героя, Кэрол Брэдшу, которая также появляется в фильме, но ненадолго. У них был сын Брэдли, которому на момент смерти отца было 4 года. Кэрол, вероятно, была в середине своих 20-х лет во время событий фильма. Ее сыграла актриса Мэг Райан. На момент съемок ей было 24 года, и она только-только начинала свою карьеру. И до первой главной роли будет еще целых 5 лет. Зато потоп их будет предостаточно. Но все испортит пластическая хирургия, из-за которой актриса практически сейчас не снимается. Сейчас Мэг Райан 61 год. А вот и обещанный сюрприз. Пока делал выпуск, подумал, как бы выглядел фильм, если в нем снялся Шварценеггер и Сталлоне. Вот примерно так. Жмите палец вверх, если такие вставки вам нравятся. Буду придумывать в дальнейшем что-то подобное. Ну а теперь продолжим. Лейтенант Рик Невенс с позывным Голливуд был штурманом Вольфмана. Они оба были сбиты в финальном столкновении с 6 МиГ-28. Однако их обоих спасли, и они были последними, кого видели, выходя из спасательного вертолета. 29-летний актер Уип Хабли сыграл данную роль, и она, пожалуй, была самой запоминающейся ролью за всю его карьеру, которая насчитывает всего 58 фильмов. Сейчас Уипу 66 лет. Также вас будут обучать и оценивать несколько гражданских специалистов, поскольку только они обладают наиболее точной информацией о состоянии самолетов противника. А это командир Рик Хезерли с позывным Джестер. Он тренировал пилотов во время их обучения в программе. Данную роль исполнил 36-летний Майкл Айронсайд, весьма известный актер в наше время. А тогда о нем почти никто не знал, несмотря на не один десяток ролей до этого фильма. Потом будут и Майор Пейн, и «Вспомнить все», и другие киноренты. Сейчас Майклу Айронсайду 73 года, и он по-прежнему востребован в кино. А это миссис Мэткалф, жена командира Майка Мэткалфа. Она играет небольшую роль в фильме. Женщина появляется в фильме только тогда, когда Маверик приходит в дом Майкла, и она встречает его. Данную роль сыграла Линда Рэй-Юргенс. В то время ей было 36 лет, а теперь ей 76, и она, можно сказать, больше не снималась. У нее за карьеру всего 10 ролей. И ни одной, и хоть сколько-то заметной. Где скиталец? Я не знаю, где он. Ты знаешь, чем он собирается заниматься? Тяжело ему приходится. Переем к следующему герою Маркосу Уильямсу, с позывным Сандаун. Он был штурманом Чиппера, а позже его временно назначили на второе место Маверика после смерти штурмана с позывным Гусь. В итоге у Чиппера и у Маверика по фильму был конфликт, из-за того, что Маверик все еще переживал по поводу смерти своего друга. Роль сыграл Кларенс Гильярд-младший, 31-летний актер, также малоизвестный с широкой публики. Затем у него будут роли в «Крепком орешке», «Крутом локере», да и все, пожалуй. Вплоть до своей смерти в 2022 году актер играл в никому неизвестных фильмах. Ему было всего 66 лет, когда его не стало. Сынок, твое эго требует таких затрат, которые твое тело не в силах оплатить. Ты провалился. Ты трижды подрывал свой авторитет, как командир корабля. Дважды получал от меня выговор за превышение скорости при покорении пяти контрольных башен и одной адмиральской дочки. Том Стингер Джордан, командующий авиагруппой на американском ядерном авианосце, был сыгран Джейбсом Толканом, 55-летним актером, лично мне запомнившийся по трилогии «Надад в будущее». Но я думаю, вам он известен по другим фильмам, например, «Повелители вселенной». Сейчас актеру почти на 92 года, и он уже не снимается в кино. Лейтенант Чарльз Пайпер с позывным Чиппером был штурманом у Сандауна. В фильме Чиппера видно на церемонии выпуска Топ Ган, где он разговаривает с Сандауном и спрашивает о местоположении Мавери. Данную роль исполнил 21-летний Адриан Поздар, начинающий актер, в будущем сыграющий множество второстепенных ролей в различных кинопроектах, от крупных до никому неизвестных. Сейчас Адриану 58 лет, и он по-прежнему снимается в кино. Я думал о жене и сыне, сэр. О том, что он сегодня мог стать сиротой, так ни разу меня и не увидев. Не знаю, что произошло там наверху, но мне было очень страшно. А это лейтенант Билл Картер с позывным «Колгар». Он был сыгран Джоном Стокуэллом, 25-летним актером, который не сыграет ни одной более-менее значимой роли в фильмах и сериалах, известных массовому зрителю. Самая крупная роль, пожалуй, и была в фильме «Топ Ган». Сейчас актеру 62 года, и он уже 5 лет вне съемочной площадки. А вот лейтенант младшего ранга Сэм Уэллс с позывным «Мерлин», сыгранный Тимом Робинсом, вам, думаю, хорошо знаком. И, может быть, героя в «Топ Гане» вы не сильно помните, но уж вы точно не можете не знать актера, который сыграл главную роль в фильме «Побег из Шоушенка». Да и помимо этого, у Тима Робинса есть чем похвастаться. На момент съемок в «Топ Гане» актеру было 28 лет, а сейчас ему 64 года, и он по-прежнему востребован в кино. Шарлотта Чарли Блэквуд была гражданским подрядчиком в «Топ Ган» и объектом внимания главного героя фильма. Эту роль исполнила Келли МакГиллис, 29-летняя актриса, для которой данная роль стала второй главной после фильма «Свидетель» 1985 года. До нулевых актриса будет мелькать в различных фильмах, как на мелких ролях, так и на главных. А потом, можно сказать, пропадет с экранов, перебиваясь эпизодическими появлениями в различных кинопроектах. Сейчас Келли МакГиллис 66 лет. А это диспетчер воздушного движения в «Топ Ган». Он не любил главного героя за то, что тут промчался мимо башни, из-за чего он пролил кофе на свою униформу. В то время, когда действие фильма разворачивалось, актеру Дьюку Страуду было 48 лет, и ему было не привыкать играть небольших персонажей, чем он и занимался до и будет заниматься после вплоть до 2011 года, пока не прекратит съемки. Сейчас Дьюк Страуд в возрасте 85 лет не снимается в кино, но зато изредка преподает актерское искусство в городском колледже по садаме. Ну а теперь правильный ответ на вопрос о количестве актеров, которые выдержали съемку без тошноты. Это был всего лишь один актер. Им стал Энтони Эдвардс, сыгравший лейтенанта младшего ранга Ника Брэдшу. А на этом все. Подписывайтесь, если еще не, и ставьте палец вверх. До новых встреч!